Добрый день! Вас приветствует ДССЛ Ньюс. И мы представляем вам наш специальный проект – видеоинтервью с известными персонами рынка безопасности. Мы хотим представить вам Владимира Андреевича Куделькина, президента консорциума Интегра-С. Владимир Андреевич, скажите, пожалуйста, какие тенденции сейчас наметились в сегменте интегрированных систем безопасности? Сейчас в основном переходит в систему безопасности в IT-технологии. Это интеллектуальная обработка видеоизображений, это интеллектуальные серверы, это создание такой глобальной системы от умного дома до геоинформационной системы государства. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, Владимир Андреевич, а кризис как-то вообще коснулся бизнеса вашей компании? Если коснулся, то какие коррективы он унес? Обычно мы каждый год увеличили на 30% объемы, а в кризис мы увеличили всего на 10%. Но в этом году, мы думаем, также будет 30% или 40% увеличения. То есть кризис уже полностью, на ваш взгляд, по крайней мере для рынка безопасности прошел? Для нашей компании, во всяком случае, те, кто смотрит вперед и разрабатывает серьезные системы безопасности на IT-технологиях, для них кризиса, я думаю, и в прошлом году не было, и в следующем не будет. Здорово, вас можно поздравить. Скажите, пожалуйста, что из вашей продукции сегодня наиболее востребовано потребителями? Значит, наконец-то начали понимать, что есть необходимость создания такой глобальной геоинформационной системы контроля и управления объектами, не как отдельно локальные взятые системы. А вот мы сейчас создали такую систему, как ГИБД Москвы, это все тоннели, это третье транспортное кольцо, ну и остальные камеры, это ГИБД Москвы, это вот единая система. Также наша система сейчас стоит на вооружении в Национальном центре кризисного управления государством российским. Я являюсь официально главным конструктором национального ЦУКСа. И мы продвигаем создание такой глобальной системы мониторинга, контроля стратегически важных объектов масштаба государства. Владимир Андреевич, скажите, какие еще интересные проекты вы реализуете в настоящее время, либо только планируете делать? Значит, мы также сделали такую единую систему безопасности для таможни. Это на Шереметьево все пять аэропортов объединены в единую систему. Входы, там распознавание номеров, это видеосистема и так далее. А мы работаем сейчас над созданием единой системы безопасности Абхазии. Мы спроектировали эту систему безопасности целой страны Абхазии. Сейчас приступили к реализации отдельных элементов, ну и движемся и так далее. Мы сейчас проектируем главный ход Москва-Нижний Новгород, тотальный контроль всех объектов и самого полотна. Ну, восемь дорог России. Также мы участвуем в проекте 83 вокзала первого этапа и 200 вокзала второй этап. Создание вокзалов России как умный дом. То есть вы плотно работаете с госзаказами, насколько я поняла? Это госграница, железные дороги, морфлот и так далее. А скажите, пожалуйста, а вообще какую роль выставка МИПС играет в развитии бизнеса вашей компании? Ну, МИПС я всегда уважал. Это действительно выставка, где смотрят не просто там приоритет, ну как говорится, имиджевые. А здесь именно приходят посмотреть технологии. Какие новинки, какие разработки. Так сказать, МИПС интересная выставка. МИПС является одной из крупнейших выставок в мире. Она очень интересна тем, что здесь представляются не просто имиджевые, а именно новейшие технологии в области безопасности. О себе хотелось бы сказать то, что вот на сегодняшний день мы уделяем особое внимание развитие именно IT-систем безопасности. Это интеллектуальная обработка видеоизображений, распознавание образов. Это создание единой геоинформационной системы государства. От умного дома до такой глобальной системы. Например, если мы строим, проектируем больницу, это база данных больных, кардиограмм, простыней. Это система безопасности объекта. Это глобальная система, которая объединяется потом в единую систему государства. Мы проводим конференцию в мае месяце «Электронный город, электронные губернии, электронная страна». Идея этой конференции – объединить всех разработчиков серьезных систем безопасности на единой платформе, чтобы не разрозненность системы государства создавалась, а единый подход к созданию таких глобальных, серьезных систем безопасности. Это позволит решить проблемы антитеррора, это контроль над уголовными элементами и другие задачи.